Ты будешь снимать обзор? Я не буду. Ты будешь снимать обзор? Я не буду. Ты можешь снимать обзор, потому что я страшен в гневе. Ну что, ты согласен? Хорошо, я согласен. Итак, дорогие друзья? Он согласился, это клёво! Кермет уговорил меня снять обзор, хотя уже многие посмотрели эти часы, выложили обзоры. Но я не могу отказать лягушке, потому что говорят, что если поцелуешь лягушку, она превратится в принцессу. Но это не про Кермита. Итак, мы поговорим про часы, про пилот X-Kermit Edition. Как они ко мне попали? Соответственно, выставка Watch & Wonders. Мы были на стенде компании Oris и познакомились на жене Watch Days. И в этот раз я пришел с очень радостным настроением, потому что в этот день у нас удалась съемка, мы все записали, и уже под конец дня я думаю, пойду посмотрю, что приготовила компания Oris. Я захожу на стенд, вы знаете, он весь опорный в таких радужных тонах. Вот, и вижу, что в этом году хитом и новостью выставки Watch & Wonders явились именно эти часы. Мы поснимали, сняли небольшой краткий обзор. Вы можете, кстати, посмотреть его в лайве и в отдельном выпуске, посвященной выставке Watch & Wonders. Сейчас, там более подробно по этой модели поговорим. Наш менеджер, с которым я дружу, подошел ко мне после того, как мы отсняли материал и говорит, Павел, не хочешь ли ты себе такие часы? Я говорю, ну, конечно же, хочу. Почему бы и нет? Потому что, ну, очень веселые часы. Я говорю, расскажи, пожалуйста, про них. И, собственно говоря, несколько слов про, что же у меня на руках. 39 мм. Титановый корпус. Калибр S400. Это 120 часов завода. И 10 лет вы можете часы не обслуживать. То есть сервисный интервал 10 лет. Что я могу сказать, как обладелец этих часов? И обратите внимание, у меня стоят рядом вторые часы. И почему у меня рядом вторые часы вот эта коробка, я расскажу чуть позже. Одна из идей, которая заложена в этих часах, это изображение кермита, которое появляется каждого первого числа месяца. По задумке компании, в этот день, 1 апреля, кстати, именно в этот день мы пришли снимать обзор на компанию. Мне там вручили футболку. И создатель кермита мне подписал открытку. Там написано, то есть с любовью, наслаждаясь жизнью, или не помню, как там, мистер кермит. То есть все эти часы придумал и создал. Вот, очень было приятно. Спасибо компании Oris. Так вот, каждого первого числа вы должны радоваться независимо от вашего состояния. То есть вы должны взглянуть, что кермит появился вот в этом маленьком окошке, и настроение у вас обязательно улучшится. Могу сказать, что эти часы очень веселые, и настроение улучшается, даже без присутствия кермита на вот этом циферблате, потому что это очень весело. Я бы немножко изменил цвет меток, чтобы они стали более читаемыми. Но дизайнеры Oris, они посчитали, что так нужно. И, собственно говоря, мы видим такие белые метки, какие они есть. Потом мне показалось, что маленькое окно, где кермит сам появляется. Мне кажется, кермит должен быть более контрастным, и окошечка могла быть побольше. Если у вас, допустим, плохое зрение, вы его не рассмотрите. Что мне понравилось в этих часах? В первую очередь, это уникальный дизайн самих часов, прежде всего, браслета. Браслет очень интересный, и застежка мега удобная. И вот мне это напомнило, как лапка. Знаете, вот так вот гусиная лампка, или, скорее всего, лягушачья лапка. Но вот, на мой взгляд, я когда держу эти часы, очень удобный браслет, ран вокруг сафирового стекла, цвет, то есть эти часы будут абсолютно точно выделяться на вашей руке. Если вы можете носить, и имеете смелость носить яркие цвета в вашем гардеробе, или вообще стиль яркий, то эти часы идеально подадут к вам. Они легкие. Вот легкие, кто-то кому-то нравятся легкие часы, кому-то не нравятся легкие часы, тот решать вам. Титан, либо нержавеющая сталь. Вот потому что многие говорят, что я не чувствую часов на руках, мне нужно, чтобы были стальные часы. Какой еще плюс, самый большой? Эти часы имеют уникальный дизайн, про что я все время говорю во всех видео. Дорогие друзья, я люблю часы с уникальным дизайном. Вот эти часы ни на кого не похожи. Единственное, наверное, я могу сказать, что цена их достаточно невысокая, она 4-400 франков. Я думал, что не стоит дешевле, но таких часов вы не найдете. И, скорее всего, на вторичном рынке через некоторое время эти часы будут в дефиците, потому что я не думаю, что компания будет делать так, чтобы все эти часы были на руках, потому что, знаете, как у Rolex сначала появились цветные перпечилы, и первые 2-3 месяца никто не знал, там хорошо ли это плохо, а потом их все разобрали. Вот я знаю, что в бутиках, в которых они были в первые дни, в Женеве их уже нет. Я думаю, что пройдет несколько месяцев, эта модель ее будет не так просто достать. Один небольшой минус я нашел у этих часов, и, наверное, это минус материала Титан. Есть же разные классы Титан, вот я не нашел, какого класса Титан используется в этих часах. Я их носил каждый день, и могу сказать, после двух-три дней носки у меня сразу же на Титановом браслете, мы покажем это макро, появились царапины. А после трехнедельной носки, вот здесь, у меня практически такое ощущение, что у меня часы по асфальту проехались, но не по асфальту, скорее всего, я работал мышкой, и вот трение об стол привело к таким результатам. Скажите, пожалуйста, вот часы за 4400 франков в Титане, это нормальная история? Или Титан такой материал, что это неважно, вы знаете, на что вы идете. И, кстати, когда я написал менеджеру о том, что, знаете, я буду снимать обзорные часы, у меня такая история с браслетом, у меня чудесным образом появились вторые часы, и мы покажем вам часы после того, как вы проносили один месяц, и вторые часы в идеальном исполнении, то есть, грубо говоря, они еще в пленках, даже они не убрали чек. Вот, спасибо, кстати, компании за такой сервис гостеприимства, и они мне удивили одни из немногих на выставке Watch'n'Bumpers. Так что, повторюсь, часы имеют уникальный дизайн, у них много-много плюсов, и два минуса, на мой взгляд, это метки белые, и там сразу же видно, что его носили. И здесь такое ощущение, что его носили, вот у меня есть стальные часы, вот если брать Zenit, Tudor, которые я там купил, вот таких вещей на этих часах нету, а здесь они есть. Но в то же время, еще раз говорю, сервисный интервал 10 лет, 120 часов, калибр S400, 39 мм, один из самых удобных размеров носки. Особенностью часов из титана является то, что они, когда у вас сидят на руке, они берут тепло от вашей руки, в этих часах вам будет гораздо комфортнее, чем в часах из незаведущей стали. Еще раз задам вопрос, что лучше на вас взгляд, титан или сталь? И второй вопрос, готовы ли вы смениться с тем, что титан очень сильно царапается, или это недопустимо? Вот дизайн должен быть такой, чтобы максимально не соприкасаться с открытыми частями. И еще у меня есть один вопрос, как вы думаете, какой здесь используется титан? Если вы знаете ответ на этот вопрос, пишите в комментариях, мне будет очень интересно узнать ваше мнение, потому что нигде не написано, какой классификации титан используется при изготовлении этих часов. Ну что, Керми, ты доволен, как я снял обзор? Да, мне кажется, мало часов. Почему мало часов? Мало часов не бывает много. Нет, часов бывает достаточно, дорогие друзья. Мне кажется, надо завершать. Нет, нельзя. Почему нельзя? Возьми у меня интервью. Как у тебя интервью? Ну, спроси каких-нибудь пару вопросов. Хорошо, Керми, специально для Керми, то я же не могу отказать, возьму маленькое интервью. Керми, скажи, пожалуйста, когда ты пылся на свет? В 1955 году было шоу Сезам и потом Маппет шоу. Ой, замечательно. Ты так много живешь уже на свете. Да, но в 90-м году, к сожалению, я ушел со сцены. А что случилось? К сожалению, продюсеры решили, что все. Хотя в 11-м году, дорогие друзья, я появился в шоу Маппет. Кстати, а у тебя есть какие-нибудь награды? Да, я награжден ученым степенью и у меня есть своя звезда в Голливуде. Слушай, Керми, вообще замечательно, ты такой классный пешанаж. А что сказала твоя жена? А, кстати, у тебя есть жена? Да, я живу с миссис Пигги уже 50 лет. 50 лет? Да, 50 лет. А ты даришь часы? Нет? Да, когда я принес часы, Керми, ты знаешь, она в сторону целый скандал. Слушайте, компания Орис, мне кажется, следующие часы должны быть обязательно с миссис Пигги. Да, прекрасная идея. Миссис Пигги будет довольна. Так что, компания Орис, надо идти дальше и возражать героев. Да, совершенно верно. Это может быть не какой-нибудь Микки Маус, а Керми, Пигги, еще у нас есть медведь. Слушайте, давайте про медведя мы поговорим уже в следующий раз. Керми, спасибо тебе большое, что ты перешел на мою интервью. А ладно, зови меня еще. Вот, и еще, дорогие друзья, подписывайтесь на Пашкин канал, там замечательное видео в Ютубе, а также в Телеграме. Дорогие друзья, а всем пока. Мы пошли... Мы куда пошли? Мы пошли мерить часы. Да, мы пошли мерить часы. Нет, мы пошли писать обзор на другие часы. Да, мы пошли писать обзор. Ну, в общем, дорогие друзья, всем пока. С вами был Керемин и Павел из Питера. Павел из Питера. Вы уже тут час снимаете и не можете начать. Почему мисс Пиггер не получила свои часы, а? Кто? Кто виноват? Мы будем жаловаться вон. Достаточно, я наговорил. Что ты смотришь там, сидишь, чайба наливаясь. Обзор будешь слунать прямо сейчас. Понял.